Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Стиме? Или за 100 рублей на Лол Стим? Я думаю, выбор очевиден. Лол Стим это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Ну что ж, значит, дамы и господа, я вас предупреждаю, это держалось в секрете, я так предполагаю, возможно, даже почти год. Год назад я нанял человека, Саню, модератора, чтобы он модерировал предложку, потому что меня заебало, что в этой предложке кидают всякую хуйню. И у меня просто нервы не выдерживали, и я нанял Санька, чтобы он просто очищал от тупорылых мемов предложку. И он зарегистрировал свою группу, куда он выкладывает самую тупую хуйню из предложки. И мы с ним договорились, что я про эту группу ничего не говорю, потому что люди будут специально кидать всякую хуйню в предложку, чтобы попасть в эту группу, очевидно. Но помимо того, что он это удаляет и выкладывает, он же еще и банит людей. Я у него спросил недавно, готов ли он... Блядь, с тобой я договорился, ты сука! Вот, короче, готов ли он к тому, что если я покажу эту группу, что на него будет проведена массовая кибератака тупыми мемами, он сказал, что он на все согласен. Поэтому вашему вниманию представляются выдержки самых тупорылых мемов. Просто когда устанете, тогда и скажите. Это можно смотреть бесконечно этой группе примерно год. Группа называется PP5. Видимо, предложки пятерки пять или что-то хуй пойми. Вот, я иногда буду блюрить. И поехали. Я буду по некоторым мемасам, просто некоторые скипать, по некоторым у меня есть история. Значит, Саня иногда очень часто чистит предложку. Иногда даже по два, по три раза в день он чистит. Чтобы вы понимали. Такое я как минимум вижу раз в две недели. Даже при условии того, что он чистит предложку. Вот. Нашел новую раковину пятерки. Вот, собственно. Если вас интересуют еще про раковины. В тиктоке сейчас хайпит видос. Почему выгодно сать в раковину. И чел делает расчеты. Сколько стоит сать в унитаз целый месяц. И сколько стоит сать в раковину целый месяц. И мне такие видосы кидают на данный момент. Почему-то чуть ли не каждый день. Потому что эти видосы хайпят. Это я не видел. Неожиданная коллаба. Пятерка появился в Киберпанк 2077. Просто чел с синими волосами. Это по центре это проклятие. Дело в том, что если есть хоть что-то про синие волосы. Это кидают и говорят. Ну похож же, ну похож, блять. Я нашел клона, блять. Это клон пятерки. У него же синие волосы. Это не то видео. Но если что, это подобное видео. Я не об этом рассказывал. Ну тоже такие кидают. Надо, наверное, подержать в курсе. Блять, как я охуел от этой хуйни. Саня кидает в каком-то хуевом качестве. Короче, чтоб вы понимали. Информатика, ОБЖ, русский язык и все такое. И тут написано. Я не знаю, это список экзаменов или что это такое. И тут написано СПП. И чел пишет. СП5? Ебать! Блять, прикиньте, он, я не знаю, что это. Домашка или это план обучения. Чел листает. Какое у меня план обучения? СП! Ебать! СП! А, сложно подчиненные предложения. СП5! Ебать! Пиздец! Пока. Извините, господа, слишком долго, слишком надолго отошел. Вы сейчас охуеете. Полотенце, да? Казалось бы, обычное полотенце. Ебать! Нужно срочно сделать мем в предложку, блядь! Я нарисовал обложку хламидии. Оцените по пятибальной шкале. Ну, это так. Это такой, как бы, проходничок. Да, вот оно, вот оно, блядь. Но сегодня таких штуки 3, 4, 5 было. Просто вот, блядь, смотри, ни мем, ни подпись, ни ссылка на это видео. Просто, чел, на в предложку скрин. Просто на скрин. Блядь, тут есть кнопка опубликовать и отклонить. Я что, нахуй, должен это, блядь, публиковать? Просто скриншот! Просто скрин! Тем более, ну, я сначала увидел только одну эту картинку. Я подумал, ну, типа, чел, наверное, подумал, что будет смешно. Просто фото женщины, да? И сюда, видимо, можно вставить что угодно. Потому что тут просто квадратик. Ты любую картинку вставляешь. Ну, то есть, ну, сейчас я вам покажу невероятные мемасы. Я мем! Я в меме, ребята! Привет! Я в меме! Опубликуйте меня из предложки! Всем привет! Но потом оказалось то, что, ну, есть такое видео. И я подумал, что этот, ну, чел еще тупее, чем казался изначально. Потому что, блядь, ну дай ссылку. Ну, напиши. Ну, если ты предложку используешь как личку. Ну, напиши. Пятерка. Привет, блядь. Тебя... На тебя сделали обзор. Что, блядь, тоже не надо делать. Потому что предложка это не личка. Это предложка, нахуй. И там сидит Саня, и он удаляет сообщение. Если вы мне там что-то пишете, он удаляет. Он их читает. Не я, блядь. Вот. Ну, нормально. Ну, такой, как бы, проходниковый мемчик. А, ну да. Вот оно, блядь. Этот хотя бы написал, блядь. Не, это самые, наверное, тупые. Короче, блядь. Это мемы. Ну, я раньше... Я классифицировал раньше мемасы, когда делал на них обзоры. Классификация. Мем с моим одноклассником, блядь. Просто берут. Или, знаете, еще иногда что пишут? Кидают какую-нибудь вот такую фотку. Вот. Какого-то школьника. И пишут. Привет, опубликуй, пожалуйста, моего одноклассника. Причем тут, нахуй? Группа пятерка, блядь. Час назад пятерка. Причем тут, нахуй, пятерка, блядь. С Новым годом, кстати. Ну, нормально, нормально. Он такой тоже. Ну, вот это я даже... Не хочу это даже комментировать. Это тоже какая-то хуйня. Охуенный мем. Так. Некоторые из них я не видел, поэтому я не буду их комментировать. Я вам просто могу показать, да. То есть, ну... Саня, видимо, мою психику очень бережет. Вот. Ну, я реально хочу от всей души сказать спасибо Саше за то, что я не видел вот это, нахуй. Вот. За то, что я это не наблюдал, как бы, у себя на экране. Ну, это просто пиздец, блядь. Вот. У меня бы взорвалась жопа. Значит, актуалочка подъехала. Тут действительно написано, актуалочка подъехала. В чем нахуй? Где смешно, блядь? Где смеяться, блядь? В чем... Зачем это выложили? Тоже вот это, смотрите. Без контекста. Нахуя! Нахуя это, блядь? О, господи. По центру это одна из редчайших классификаций. Это реально... Такое бывает, но очень редко. Чел кидает картинку и говорит, придумайте мем сами. Придумайте мем с этим. А то я не знаю, что добавить. Нахуя это мне в предложке, блядь? Ну, в группе пятерка. Это, это зачем, блядь? Ладно, я там бы был, ладно. Ой, блядь! Как этой хуйней заебали! Саня, скажи, пожалуйста, что ты все выкладывал, нахуй. Сука! По центре... Блядь! Блядь! Сань, не дай соврать! За последние четыре дня штук тридцать. Может быть, я видел повторки, но штук тридцать таких мемов. Просто где-то увидели такую картинку. И начали ее брать. Ну, у тебя же тоже складной телефон, Кирилл, блядь! У тебя же тоже складной телефон. Типа, смотри. Блядь, это разные модели. У меня открывается, как книжка, блядь. Здесь открывается вот так вот. Мне пишут... Повтори! Повтори это на своем телефоне, Кирилл! Как я, нахуй, это сделал? У меня телефон, блядь! Просто факт того, что у меня складной телефон не дает вам повода кидать! Ну, ладно, видимо, дает. Кидать, блядь! Ебать, типа, понял? Типа, унитаз, ебать! Я тут, нахуй! Причем у меня даже другая модель! Блядь, просто на, на! Ну, ладно. Тут, справедливости ради, чел хотя бы приписку. Приписку он придумал актуально. Из 7 дней в неделю, 3 дня в неделю кидают подобные мемы. Потому что я не знаю, в каком городе практически все... Ну, есть же подрядчики всякие разные. И практически все площадки детские, они от компании Атрикс выходят. Ну, типа, Атрикс! Ну, вы поняли, нахуй? Ну, типа, блядь, Атрикс! Типа, ну, вы поняли, нахуй, вы поняли? Я вам серьезно говорю, из 7 дней в неделю, которые я смотрю предложку... Ну, 3 из них, Атрикс, там точно присутствует, блядь. Просто, ну, видимо, школьники-подписчики гуляют. Ну, чтобы вы понимали, я могу, мне кажется, даже вот так вот сделать. Картинки, Атрикс. Ебать, пацан, ТРА. Таблетки, Атрикс. Ебать, омывайка, Атрикс! Пиздец! Блядь, площадка Атрикс! Пиздец! Ебать, крем для лица Атрикс! Ебанешься! А это, наверное, отсылка на Игоря Иникса, блядь! Я напоминаю, да, ну, что у меня есть охуенное полотенце СП. Ну, не, ну, бывают же такие совпадения, ну, люди просто в охуе. Вот. Это обязательно, блядь, топовые мемы. Блядь, вот оно, официальный сайт. Вот это официальный сайт детских площадок Атрикс. Но это, как это нахуй, кроме как именем. Ребята, вы, наверное, охуеете. Я сейчас просто вот с головы возьму. Но меня зовут Кирилл, а в России есть Патриарх Кирилл. Ну, это тоже невероятное совпадение, достойная мема. Вот. Но это типа... Ну, это же, наверное, вообще типа пиздец. Вот. А, да! Ну, из такой же рубрики... Ну, это самый пиздец, чтобы вы понимали. Но это Саня либо очень быстро чистит, либо эта волна прошла. Короче... Есть университет СПБГУ. Уже поняли, к чему я понял? Потому что есть же еще и сервер СПБ, блядь! Ебать, совпало нахуй! И мне кидают. СПБГУ проводит день открытых дверей. На СПБ бесплатная проходка? Или типа есть группа, типа... Ну, есть вот подслушано Ростов у нас и все такое. И есть подслушано Санкт-Петербурга. Подслушано СПБ. И они такие... Ебать! Пиздец! Я, наверное, единственный этот мем придумал! Дальше. Ну, тут я могу прокомментировать. Тут несколько классификаций сюда подходят. Это прям показатель. Просто на видео. Не похуй. Можете его посмотреть, не можете? На видео. Просто на видео. Другие еще мемасы мне тоже нравятся иногда. Кидают в предложку. Просто ссылка. Ни подписи! Это видео не свечивается. Никак. Просто ссылка на видео. Дальше. Угадай сам! Просто зайди, посмотри нахуй это видео. Опубликуйте мою ссылку на видео. Пусть все в группе Пятерка посмотрят мем, мем и ссылку на видео. Блять, его же хотя бы можно вставить. Это я такое видел. Но я видел еще модернизированный этот мем. Чел, видимо, листал Тиндер. Или что это такое? Такой типа... Ебать, садь в раковину! Пиздец! Это точно Пятерка! Он единственный в России садь в раковину! Да. Ну вот. Но потом этот мем модернизировали. Сюда добавили лицо Димы Скрыника. Как вы угадали, да? Вот. Так. Это какая-то хуйня. И это... Какая-то хуйня, блядь. Так. Сейчас. Блять. Ну тут очень хуевое качество по центру. Я не могу разобрать. Ну, чтобы вы понимали. Реально он тут. Я понятия не знаю. Обзор на какой-то комментарий. Тут очевидно. На канале Фуга ТВ. Обзор на какой-то комментарий. Хуй пойми. Такое нормально. Я даже музыку выключу ради такого мема. Просто приготовьтесь. Приготовьтесь. Спасибо за внимание. Ну, просто я не хочу комментариев никаких. Это весь мем. Это вот, ну... Нормально. Нормально, да. Так. Ну, это... Эта попытка сделать хороший мем с отсутствием чувства юмора тут как бы нормальная тема. Ой, блядь. Еще одна классификация. Это началось с тех пор, блядь. Нарезка вышла про собаку. Про собаку вышла нарезка. Когда я просмеялся от собаки. Либо год назад. Либо даже... 24 февраля 21 года. Это два года назад. С тех пор все думают, что мне смешно от любой собаки. От любой собаки. Мне кидают в предложку просто своих собак. С тех пор! Поехали по Некселю. Блядь, я, наверное... Ну, по центру просто иногда настолько тупо, что... Я серьезно вам говорю, это... Это тоже... Пятерка, если ты это читаешь, я унизил Майншилд. Пиши в ЛС. Чтоб вы понимали, ну, во-первых, я сейчас расставил сам запятые, да, когда паузы поставил. Во-вторых, этот человек, видимо, блядь, думает, что он настолько гениально унизил Майншилд, что об этом надо в предложку написать. Я вам еще раз напомню, кто не знает, кто может быть не знает, тут есть кнопочка опубликовать и отклонить. Тут нету кнопочки написать в ЛС или открыть диалоговое окно. Например, ну, почему я на этом заостряю внимание, потому что на Твиче такое можно сделать. Ты нажимаешь на человечка, да, там, и ты сразу можешь с ним личные сообщения открыть, отслеживать его сразу, да? Здесь этой кнопки нету, блядь. Это во-первых. Во-вторых, ну, неужели, неужели он думает, что я подумаю, ебать, ура, еще один повод попустить Майншилд, да, сейчас я ему напишу, нахуй, и мы вместе уничтожим Майншилд щелчком пальца, да, МС Макс, ты главный по этому, быстрее напиши этому человеку, у него, наверное, гениальная идея, игла не справляется. была еще какая-то хуйня, что-то типа, привет, пятерка. Блядь, я точно не помню, я вам какой-то пример подам. Привет, пятерка. У меня есть видео, где Дима Скрынник унижается на стриме Uber Marginal. Напиши в ЛС, я тебе скину это видео. Во-первых, просто скинь сейчас это видео. Ну типа, ты же можешь просто его сейчас и скинуть. Вот сейчас, ну, ты же уже пишешь, блядь, раз ты уже написал в приложку, так скинь это видео. Во-вторых, похуй. Ебать, даже не пришлось человеку в личку писать, блядь. Представляете? Охуеть. И самое главное, мне это же пиздец, как интересно. Я же как раз просил подписочников, говорю, блядь, по центре, скиньте мне видео, не могу найти, нахуй. Нет, это просто, блядь, личная инициатива. Ну, это, это просто нашел в другой группе и такой, типа, ебать. Да. Жестко. Когда вышел бот, который делает аниме? Ну, это до сих пор, типа, любой, просто, любой скриншот прогоняют через бота, который делает аниме, это плюс мем. Некоторые делают сразу подборки, а еще некоторые делают подборки, это самые гении, и подписывают. опубликуй самые нормальные на твой вкус. То есть, я должен отсмотреть его, блядь, мемы с аниме, нахуй, 10 штук, удалить ненужные, и опубликовать, блядь, самые нормальные, нахуй. Слушайте, но тут, ну, вы, наверное, уже поняли, о чем речь. Свиный еблан. Ну, кто не шарит, да, я вынужден, я как бы давно уже не делал обзор на предложку, вот, потому что Саня все достаточно быстро чистит. Я просто наберу в поиске пятерка свина еблан. Готовы? Два года назад. Два года назад нарезка про свина еблана. Посмотрите, блядь. Ну, это я делал обзорчик тоже на предложечку. 23 марта 2020 года. Это почти три года. Без нескольких месяцев три года мемы со свиной ебланом мне кидали. Я их тогда не публиковал, блядь. И сейчас, вот сейчас точно опубликую, блядь. Вот сейчас смешно нахуй. А, не, ну, кстати, между прочим, тут ура, возвращение легенды. Видимо, есть ценители, как бы, ценители, которые эту группу нашли. О, ебать, пятерка, собака. Собака. Похуй, нет, ни подписи, нихуя. Собака. Смейся, смешно. Ебать, Дима Скрыник, аниме. Еще тоже прикол расскажу. Дело в том, что когда вы любую фотку заливаете, когда вы заливаете любую фотку ВКонтакте, ну, это может быть только на моем Самсунге, но в чем я сомневаюсь, там можно чуть-чуть подредактировать и, ну, допустим, вот так вот сделать, да, то есть убрать нахуй эти китайские буквы, на которые всем похуй, ну, постарай, там просто пальцем вот так вот отсюда захватить и вот так вверх протянуть. Не, похуй, Дима Скрыник, аниме. В чем разница? Ну, да, аниме, блядь. Ну, типа пресса больше стала. В чем мем? Где нахуй смешно? Зачем это мне в предложке, блядь? В особенности в предложке группы пятерка, блядь, а не Дима. А, вот, тоже, ну, это вот, ну, вы видите, один и тот же чел, просто, вот я сделал здесь аниме, вот я сделал вот тут вот аниме, вот я аниме сделал, вот я аниме сделал, вот, кстати, твоя аватарка аниме, вот твоя фотография из телеграма аниме. Угадайте, про что мем? Вот я сейчас, у вас есть шанс, как бы, может быть, вы уже знаток мемов в группе пятерки? Как ты угадал, собака? Как? Нет, там реально, вот я только договариваю, третий человек пишет, собака. Вот, ну, это, наверное, ну, всем зрителям канала пятерки, наверное, очень интересно, что у собаки, вот с длинным носом, аэродинамика лучше. Вот, нормально. Так, ну, тут хуйня какая-то, иногда, ну, по центре, иногда просто кидают не в тему, просто, просто не в тему, я бы даже такое в ПП5 не публиковал, потому что это реально полная хуйня. Ой, блядь, Саня, вот бы ты публиковал еще один прикол. Короче, по центре, самое, что меня бесит в последнее время. Слушайте, я бы даже бы Саню бы позвал бы в Дискорде, если честно. Жалко, конечно, он такое не публиковал. Такое, я вижу, два раза в неделю минимум. Короче, два варианта. Либо первое. Тебе высвечивается какое-то видео на канале, и подпись под этим видео. Также интересно зрителям канала. Угу. И чел какой-то находит видео по Counter-Strike, и там написано, также интересно зрителям канала Саски. И че, блядь? И это обязательно надо заскринить и скинуть пятерке, потому что пятерка... Блядь! Зрители канала Саски смотрят Counter-Strike! Ебать, блядь! Пиздец! И есть второй тип мемов. Социальные опросы вам хоть раз такое высвечивалось на Ютубе. Мне такое раз пять высвечивалось. Именно листаешь видосы, и там типа, оцените, как вам это видео. И там не просто лайк-дизлайк, а видео, которое ты уже посмотрел, и там написано, это доброе видео, это позитивное видео, это видео вызвало у меня какое-то там, типа, отвращение, ну, какие-то там приколы. И мне всегда кидают, пятерка, я поставил все положительные галочки на твое видео. Вот в предложка. Я поставил все галочки, что у тебя самое крутое видео. Ну, типа, охуенно, спасибо. Нахуй мне это в предложку, блядь? Чтобы я это опубликовал, или что нахуй? Так, Санечка, Санечек, пожалуйста, соведущий. Я думаю, требуется соведущий реально. Вот, он мне будет говорить, какие еще лучше показывать в тени. Алло, Сань, привет, Саня. Привет, привет. А вебка будет? Ты, может, вебку еще хочешь? Ну, это, знаешь, это вот я сидел в школе, ну, друг посмеялся, но я с ним больше не дружу. Пятка. Пятерка. Ну, вы поняли. Ну, такое бывает совпадение. Кстати, я в пять карманов однажды себе реально в Ростове покупал пиджак, и нормально было. Угадайте, про что мем? Па-па-па-ра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. собаки съездили чекнуть пирамидки. Не, это мем хороший. Я когда его в первый раз в жизни увидел в 2016 году, я посмеялся над ним. Потом я второй над ним раз посмеялся в 2020 примерно. Знаешь, хотя бы подпись. Подпись есть, то, что мини-котик с детьми в Египте. Ну, тоже слабо, слабо, слабо. А, я понял. Да, я не прочитал, не ознакомился с подписью. Да, да, да. Ебать! По центру, а вы сейчас охуеете конкретно. Бля, вы ёбнете сейчас. Честно, я сам был в шоке, когда увидел это. Оказывается, существует город Чебоксары. Это, конечно, блядь, серьёзная заявочка на контурных картах. Существует такой город, реально. Тут есть какая-то смешная подпись, или что? Нет, тут просто сама картинка, знаешь, такая, ну, просто... Ну, хорошая картинка. Ну, знаешь, про пятёрку в мемную группу, про пятёрку. Не, ну, про Леди Баг, ну, ну, знаете же, пятёрка смотрел Леди Баг летом. Пятёрка, Кирилл, ты должен помириться с Димой Скриником, чтобы он обучил тебя телепортации, чтобы ты перенёсся в Польшу и приобрёл данный товар. Это не просто мем, это обращение как будто в личку. Тут несколько классификаций, блядь. Ладно. Просто вот, на, блядь. Он просто скопировал это из другой группы какой-то. Ладно, нормально. Ты будешь как соведущий, реально. Такой подсосик. Такой, ну, такой, знаешь, на подсосе я умею. Я такое разбираюсь. Ну, давай, давай. Блядь! Ну, тут я поплакал даже. Я поплакался, если честно. Не, ну, как бы, в контексте того, что мы делаем обзоры на ТП и мемы, это смешно. Но зачем это, опять же, в группе пятёрка, блядь? Блядь, это комба, нахуй. Ну, ты знаешь, это когда ты вот хайпил только эту тему, это было прям смешно. Много было мемов таких. Итак, дамы и господа, сейчас тут нужен контекст. Была нарезка, и на стриме был прикольный разгон про Бобров с Соней в Рекселе. Ребята, блядь, нереальное совпадение. Чел у себя на трудах нашёл пилу с названием Бобер. Совпало же, что пятёрка обсуждает Боберов, и есть пила с названием Бобёр. Ну, типа, это же, ну, блядь, это достойно, достойно того, чтобы скинуть предложку. Подпись придумал Бобёр ёбаный. Опубликовать абсолютно. Это такая забавная. Просто смешная картинка. Сука. Я просто не ожидал такой ты был. Ебать! Пятёрка плотно нарушил диету. Блядь, чел комбу собрал его на аватарке, Павел Шампанов. Пятёрка нарушает диету. Просто бургер. Скала Джонсон, нахуй. А Скала Джонсон такой же лысый, как Павел Шампанов. И это ещё и переделано в аниме. Саня, почему ты это не опубликовал? Знаешь, я хотел опубликовать, но у меня тогда ещё не было возможности опубликовывать мемы. А, да? Да, да, да. Так, ребята, давайте посмотрим. Тот же самый, оказывается, человек с аватаркой Павла Шампанова открыл для себя бота, который умеет делать аниме. Он, кстати, ещё хочу похвалить этого Дмитрия Ру, потому что он снизу вот эту вот штуку отделял. Так вот. Собака переделанная в аниме. Тор из игры God of War, переделанная в аниме. И Мелшир, переделанная в аниме. Это всё обязательно. Ну, собака, потому что Пятёрка два года назад посмеялся над собакой, очевидно. Мелшир, потому что, ну, друг, блядь. И, ну, God of War, потому что, ну, Пятёрка ж, типа, играл же в God of War, ну, типа, всё связано. Надо опубликовать этот мем. Очевидно, естественно, да. О, блядь. Блядь, это он же, дамы и господа. Андрей Остер в аниме. Павел Шампанов в аниме. Мелшир в аниме. Ну, это, знаете, такой чел выкладывает 10 тысяч, блядь, предложек, чтобы хоть одно опубликовали. Кстати, вчера, зря ты не сделал, я в таких введушках хочу. Короче, я тебя обучаю. Ты делаешь контрол, откатываешь просто страничку и делаешь мегастрин. Вчера или позавчера был чел, который мемов 50 загрузил. И они такие были. Ну, некоторые даже можно было выложить. Там просто вот ты листаешь и от одного и того же человека просто мема... Блядь, опять он! Сука! Не, по центре, я серьёзно говорю, смотри. Это один и тот же человек, блядь. И он ещё одни и те же картинки в разных комбинациях скидывает, блядь. Там, по-моему, были отдельные именно Мел Шекпер и Остер, но я это уже не стал добавлять, потому что слишком много внимания. Ну, типа, я же играл в God of War. Вот мем про God of War. Ну, нормальная тема. Это что? Это тот скинул рекламу человек своего, вот ВКонтакте, ему попалась реклама. Блядь, ему реально правда, он просто скинул скрин рекламу. Да, просто реклама. Тут даже нету слова СП или подписи какой-то. Просто челу, блядь, реклама вызвала. Не, ну это тоже в предложку топ. Подходит, подходит. Аниме! Не, ладно, подожди, подожди. Ну, тут как бы девочка сделала, надо уважение дать. Ну, постаралась, видимо. Выбрала фотографию. Блядь, ну, наверное, на нее, на нее эта нейросеть лучше работает. Господа, ну, дело в том, что мне уже похуй, потому что... Вы видели горки Атрикс? Вы, наверное, давно таких не наблюдали, но существуют горки Атрикс. Ну, блядь, может быть, реально. Это гений, это гений. Невозможно. События один на миллион. Номера на шины, и там пятерки. Боже. Да, это, конечно... Это я бы пропустил даже. Вот, ох, блядь, как я такое люблю. На, ссылку. Просто, блядь, ссылка, блядь. Лови. Там нахуй! Чтоб вы понимали, ну, я уже распознаю эти ссылки, где написано Волл, это значит, ну, какой-то пост в другой группе. Вот я, я, я как ценитель предложки, или Саня, по мнению Таньки, должны пойти посмотреть этот мем, и, видимо, его скопировать, и самим оформить. Либо второй вариант, мы должны... Это настолько смешно, что мы должны это опубликовать, и что вы такие должны зайти в группу пятерки, чтобы зайти в другую группу, и там посмотреть мем. Это, ну, моё почтение. Это охуенно, конечно, достойно. Это без слов, просто без слов. А! Без слов у человека на аватарке. Мистер Ека, кстати, ценитель, видимо, стримов. Остекление балконов и лоджий. Окна. Изготовление витражей Атрикс. Атрикс. Я, честно, заплакал, когда увидел. Достойно. Достойно. Ну, Атрикс такое, конечно... Так, ну, это полная хуйня. Вот, пожалуйста. Блядь, на Новый год это... Да, это пиздец был. Это был пиздец, потому что... ПЯТЁРКА! Я слушал Саску. Пятёрка. Мой любимый трек в этом году? Хламидия. Да-да, было дело. Слушал треки. Спасибо. Не, это опять же охуенно. Есть крутые типа фанаты, которые даже чуть-чуть ёбнутые, блядь. И слушают слишком много моих треков. Но зачем об этом держать в курсе? Это не мем, блядь. Ну, знаешь, вот, смотря на картинку этого мема и фотографию человека, аватарку, мне кажется, он просто, ну, решил показать то, что он снимался в рекламе. Зачем мне? Ты сравнишь? А, ты можешь объяснить контекст? Типа, может быть, я чего-то не понимаю? Ну, человек, видимо, снялся в рекламе. Босс употребляет только натуральные продукты. Видимо, мем про мою диету. Такие как крепыш молоко. Молоко. Молоко питьевое для детского питания. Ну, бьёшь такое? Вот, пожалуйста, рабочий стол, вот, обзор хоть хотел сделать, вот, сделай, ну, сейчас. Доброй ночи, босс. Доброй ночи, босс. Вот, ну, охуенно. Нормально. Пятёрка, тебе надо ещё скинуть ссылку на нейросеть, которая из всего делает аниме. Прошу, ответь. Ещё бы понимать, я бы подумал, что сейчас, вот сейчас, этот человек мог специально написать, да? Но это мем четвёртого декабря. Да. Знаете, если мне понадобится ссылка, я отсканирую ёбучий QR-код у людей, которые не обрезают его, блядь. Это... Что, что, блядь, пятёрка, если бы не Майнкрафт. Почему, нахуй? Кто это, нахуй? Чё это за хуйня, нахуй? Но подпись, конечно, ебейшая. Ну, постарался человек уже. Тот же самый, который спрашивал, надо ли ещё ему кидать, это вот первое его сообщение. Блядь, идите вы нахуй со своими нейросетями, с аниме, вы заебали. В чём мем? Подожди, это он же? Вроде да, вроде тоже. Нет, блядь, нет. Значит, там дальше будет. Пацан Трэ, вы охуеете. Пятёрка аниме. Вот, аниме. Нихуя себе, Александр, блядь. Жёсткий Александр. Молодец, хороший фотограф. Да, Александр и такой хорошая фотка. А, вот он. Вот он, блядь, это опять он. Ну, мне привет передали, решил опубликовать просто, ну, знаешь, редко такое бывает с неё. Ты понимаешь, что сейчас в предложке появилось 100 мемов с приветами тебе? Ну, понимаешь, они все забанятся на год. Через год только. А ты их реально на год, насколько ты банишь обычно? На год, не, обычно я либо на неделю, либо на месяц, потому что там кал такой. Подожди. Это вот просто баны со аниме, решил скинуть список. Ты реально на год людей банил? Ну, аниме, блядь, ты сказал, бань на год, я и банил на год. Блядь, по-моему, как раз таки 1 декабря примерно... Блядь. По центре каждый, это каждый нахуй. Это что? Нашел машину Еки? Блядь, по центре. Нет, тут не номера, тут просто для того, чтобы... Нет, тут номера написано ЕК, блядь. ЕК, 5, 5, 5, по центре. ЕК, 5, 5, 5, номера. А знаете ещё, вы сейчас охуеете, ну, пусть Саня скажет, я не знаю. Сейчас я просто меньше вижу. Не, не, сейчас такого нет, сейчас такого нет. Реально нет? Вообще, последний месяц, наверное, не, даже месяца два, наверное, нет, не было. Господа, вашему вниманию представляется заправка ЕК. Да, вот. Существует заправка ЕК. Раньше это был бестселлер в группе Пятёрки. Все обязаны, когда проезжали на автобусе или на машине возле заправки ЕК. О-о-о-о-о, блядь, не, похуй. Пацан, Тре, это то... Если человек, подписчик, блядь, видит лимузин, нахуй, он обязан это скинуть в предложку. Это стопроцентная предложка, блядь. Просто лимузин, значит, пятёрка. Кстати, я прошу прощения. Мне надо сделать перерывчик. Перерывчик? Да, 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 такой. Напопить воду. А-а-а-а! Ну, давай. Слушай, ну, ты не нравятся. Ты не нравятся. Смешно. Смешными. Не, ну, Гена, если тебе нравятся, я готов их публиковать, конечно. Да. Знаешь, за такие деньги я готов ему распечатывать и по почте в конвертике отправлять, то есть смешные мемы, если ему нравятся. Блядь, а ты хорош, а ты хорош. Блядь, у меня принтер есть хули мне. Это вот ты, лошочек. А мне, между прочим, Соня сейчас подарит принтер. У меня будет принтер. Ну, всё, давай, давай. Так, ну, некоторые тут полная хуйня, господи, я даже показывать не буду. Там полная зла. Это что? Это просто сборка Яндекс.Диск, и я вот решил закинуть, чтобы люди скачали себе сборку на Яндекс. Всем привет. Я объединил все ресурс-паки пятёрки в один. Короче, вообще, я даже такое когда-то публиковал. Это, ну, в принципе, мне нравится. Это что-то полезное. Но дело в том, что я перестал публиковать в тот момент, когда начал задумываться, что теоретически там может быть и какая-нибудь вирусня. Типа, там кто угодно, что угодно может добавить. Ну, а вообще, если чел с добрыми намерениями это делал, это даже не плохо. Вот это хороший мем. Нет, слушай, реально, ну, неплохой. Да, ты его не опубликовывал, ты его не опубликовывал, поэтому ты его решил. Тут неделя, по-моему, прошла или сколько? Четыре дня. Бля, не, ну вообще мем неплохой. Мем хороший, да. Не, ну тут даже хотя бы, ну, последовательность юмора какого-то есть. Это типа окей. Вот. Да, да, да. Знаешь? Ну ладно, наверное, можно. Анекдот. Идет Иван по улице, увидел свою собаку и сыграл с ней брусскую рулетку. Но в итоге... Короче, мне похуй. Просто, блядь, это анекдот. Анекдот. Ребята, это вот вы должны были в предложку зайти, почитать анекдот про его. Это что? Человек вот коврик купил себе, хотел похвастаться, наверное, Леха. Леха, нахуя, чтобы нахуя, блядь? Этот коврик даже не называется ЭСП или Атрикс, блядь. Тут даже нету аниме. Нахуя это в предложке, блядь? Так, ну поехали по Нексину. Ну это полная. Ну это дефолт, дефолт. Ну это тогда, это возможно даже было актуально. Тогда да. Ну это просто, наверное, раза четыре вроде кидали. Да? Да, да, да. Ну мем начинается со слова «когда». Если мем начинается со слова «когда», это минимум бан на неделю сразу. Что это, блядь? Это Бакдаша. Бакдаша, блядь. Ладно, вот это тоже. Пятерка нас обманывает! Ну типа не жирный, понял? Не, ну да, я бы хотел, кстати, конкурс на новую. Я тебе предлагал, ты просто не считаешься. Машина Дилерона. Дамы и господа, машина Дилерона вашему вниманию представляется. Ну да. Меня видят, честно, он выходил из нее. Да? Странно. Номера русские. Ну типа галочку получили, понял? Блядь, я вспомнил, как он меня тогда взбесил. Я подал заявку на галку. Мы, кстати, с Аней вместе подавали. И чел делает скрин моей группы и говорит «У вас галочка!» Я, нет, я от этого чела просто охуел. Но я бы не настолько охуел, если бы у него еще не такая ублюдская аватарка была. Вот. Я просто взбесил еще своей аватаркой. Это просто пиздец. Ну типа, это просто, скорее всего, какой-то бот. Это просто бот, да. Блядь, ну это пиздец. А, слушай, раньше меня еще знаешь, че бесило? Кидали предложку, боты-девки такие кидали. Нарезка лучших клипов 2020 года. И просто ссылка нахуй на видео. Нахуя мне в группе пятерка на нарезка лучших клипов, блядь. Ладно, вот это. Что это такое? А, это просто... Это просто мое... Ну ты пиаришься, да? То есть ты пиаришься. Блядь, жестко запиарился на 4 лайка. И нахуй. Что это? Скидки до 30%. Хотелся купить что-то. А что это такое? Хуй пойми, блядь. Холодильник, наверное, что это? Блядь, ну тут подпись любая может быть. Как это нахуй связано, блядь? Андрей Остер вкусно покакал... Ой, вкусно покушал у себя на стриме, а потом пошел к троиточке. Вот вам мем тоже, да? Реально. Андрей Остер перед концертом Лиги Кубизма. Пятерка, когда ехал в машине Заквеля в пустыне. Ну, блядь, сюда любая... Ну это просто пиздец, хуйня полная. Да, да. Ебачь. Я такое когда увидел, я продаю. Так вот где Кеги продают. Ебать, Кега. Блядь, ну вы знаете же, ну типа Пятерка смеется над собаками, а есть собака, которая взорвалась от Кеги. И вот там продавали эти Кеги, блядь. Вы чё? Я такой хотел ударить вообще просто, да знаешь, мне понравилось просто. Короче, это фотка Игоря, которую нельзя показывать, и просто написано ахаха, ахаха. Это гений, это гений просто. Блядь, и насколько вы его забавили? У него ещё аниме на ави, тут как бы я больше ничего не буду говорить. Время на ноль. А ладно, наебал всё-таки. Дамы и господа. А нет, это сентябрь. Ека. Угу. Блядь, ну ещё успел сфоткать, нет, я реально достойно. Это надо выложить, наверное. Я бы выложил, реально, пускай закинет ещё раз. Михаил, закинь ещё разочек, реально через год, когда тебя разбанят, и нормально. Ну там написано, натёшь где-нибудь. Там написано Ека. А, вот здесь. Угу. Вот здесь, по центру, вот там красные буквы. Всё. Там написано... Он даже ничего не придумает, он просто... Факт. Там написано Ека. Честно, я был удивлён, почему ты не опубликовал, потому что, ну, мне понравился мем. Да? Ну, ты думаешь, хороший? Ну, я думаю, да. Сейчас, подождите. Ну, в таком случае, если... Ну, если это топовый мем, у меня есть гениальная идея. Но у меня стёрка не работает. Сейчас я воплачу твою гениальную идею. Давай, давай, давай. Давай, давай, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Знаешь, я просто школьник, у меня есть такие... Это было в посылке из Даркнета, блядь! И там была чья-то отрезанная рука! Это, это моё, это мой пост. А, ладно, окей. Я уже хотел... Я понравился их подписчиков. Я уже хотел разъебать. Блядь, подожди, у меня вертолёт включился. Алиса, выключи сплит. По-моему, я это показывал на стриме. Просто я настолько от этого охуел. По-моему, я на стриме даже показывал. Я не помню, может быть даже да. Классно! Мамиксу дали интеграцию, а пятёрки нет. У Мамикса интеграция Завров из пятёрочки! Ну, вы поняли, типа? А? Поняли? Блядь! Пятёрочка, типа! Мамиксу дали! Блядь, не, ну это, конечно, да. А-а-а, это было жёстко. Чекай, купил себе СС-задачник, и тут пять написано. Видишь? Я в шоке. Чё, ебанутый. А, блядь, ну это, это просто... Ты чё, реально, блядь? Блядь, да. Пиздец. Ты СС-задачники производишь, просто честно скажи, признайся. Да. Всё, хорошо. А ЕКО производит детские площадки. А Атрикс заправки? ЕКО заправки. Атрикс в детские площадки. Я по... Давай, давай. Ладно, не, ну затыкли. Ладно, дамы и господа. Джедаи. В аниме. Стенды. Тут комба, тут комба собрана. Я считаю, можно было бы добавить даже. Ну, в принципе, достойно. Я думаю, каждый подписчик группы Пятёрка, он... Ну, вот такие мемы хотели бы, конечно, пронаблюдать реально жёстко. Ну, ладно, ну такой немножко смешной, но тупой, тупой, такой, знаешь, немножко... типичный ганак да да жестко 3 сентября человеку решил гулять это помимо меня 10 нахуй меня вот из-за этого из-за того что весь интернет блять актуалка подъехала до сих пор иногда бывает да да я бы собирал бы слушай но если тебе не лень собирай папочки именно одинаковых мемов по центру вот сейчас прям сейчас охуенный мем будет горки atrix видели просто но если вы не знали это atrix производит эти горки детские планеты серьезно мне честно скажи серьезно да 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 вот крыса ну потому что у меня же есть крыса типа поняли вот крыса это моё флипы вот пожалуйста пошли заправки были мистер ека открыл свой бизнес не сказав пятерки я все смайлики показал которые только было возможно я просто не вижу это блять сука как же я комок мне не сказать вот это вот реально но петь астахов петь астахов петь астахов тут просто кто шарит петь астах ой 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 это конечно серьезно это вот это можно было бы опубликовать вот это вот тут знаешь другого ракурса как бы фото немножко завален возможно как будто даже другой человек фотографировал но это уже хороший мемасик реально у меня есть идея по улучшению сп разрешить вороваде в день максимум украсть 15 предметов если кто-то из жителей это увидит то будет суд когда простые жители будут прятать свои сундуки шалкеры создавать тайные комнаты и делать различные ловушки для воров а также будет востребована профессия охранников а также фбр-овцы будут создавать отряды и патрулировать город наверняка чтобы я эту идею добавил на сп и три раза написать это сто процентов и как вы можете заметить запятые одни были обнаружены да это тяжело было меняешь здесь саня в три часа ночи просто screen саши сюда меняешь пятерка в три часа ночи пятерку себе под подписи экспону решил просто знаешь отправить свою пятерка еще не стример а и боясь это типа я ребят вы просто ну венима саня не понял это типа я просто очень похож не если ты понял я был при опубликовал я просто не поймем ладно не выкупим это было по моему 1 5 в предложке больше больше 1 20 леди бак корова о ее юры не ну даже знаешь я когда на такое смотрю мне хочется просто взять и я бабулька по публиковать запись но я боюсь то что мы не поймут люди которые не прошали могут не одобрить ну ладно совпадение после того как atrix открыл свои детские площадки после того как я к открыл свои заправки я решил открыть краски фуга краска фуга это мой бизнес ребятки после того как я выпустил полотенца сп вот я подумал надо краски выпускать краски фуга реально вот но такое тоже как бы нормально тем ох ебать ребята существует нейросети не только по аниме те которые из тебя делаю девочку это жесткими это какой пятнадцатый год примерно ты сейчас открыл дарса может хотя дал далеко уехали короче дамы и господа жирак луни у меня есть такой друг он был стримером тнт и он в какой-то момент ушел с тнт и больше там не был стримером и однажды там включили стрим и там вместо жирака луни было вот это и я обязательно должен это знать это мем жирак луни это ты честно я был в шоке когда увидел не похож на жирака луни реально удар скинули клип лимузина sonica 2 ссылка все блять вот а опубликовать я опубликовал очевидно опубликовать нахуй это существует в интернете просто для чего на поймаю что там было типа подпись пятерка после качалки там хотя бы хотя бы да картинка картинка круто круто опоздал с мемом так немножко не ну еще хотя бы хоть хоть про меня мем блять второй второй прошу заметить такой же авторка я не знаю раз в две недели один такой точно кидаю не сейчас мне кашопки да 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 нет тут совпало мне кажется я бы вылазил бы аватарка крутая кстати ну давай так хорошая что это а это проекта когда тебя кинули в честно у тебя есть еще много фейков фэри мистер пропер утенок пять в одном и миф а блять ой ой подожди стой 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 нет он закинул скриншот предложку скриншот комментария вконтакте нет ладно ну чтоб ты поймал этот скриншот скриншот скриншота комментария вконтакте я закинул свою группу это ну это уже тогда блять пиздец я правильно понимаю что по мнению виталия я должен понять что у человека у семена очень гениальная идея ссылки на семена нету я должен найти этого семена блять и сказать ему привет какая у тебя идея блять но идея топовая я уверен ух ебать не ну это сильно тут картинка хотя бы хорошая качественно да такая хорошая наверное в угле просто блять ханов ханов просто блять переписка хуй пойми с кем ты адекват ханов ебейший мемас ой 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 ни за что не догадаетесь ханов ханов она жестко 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 что это что на спб происходит перестройка ну типа понял россия против казахстана тфс уходит снос хрущевок в спб блять блять ёбаный рот это точно на сервере пятерки блять ёбаный пиздец не достойно почему не опубликовали блять это еще лучше блять это конечно да остановка спз спзомбо заходите играйте дениска выключил этот сервер жестко так не надо мне кажется уже нормально что так я такое опубликовал вот вот именно вот именно а он просто взял мем из этой же группы и закинул в эту же группу бля ну это хорошо конечно не на этом мем хороший он мне понравился он настолько хуйня что меня разъебало от него мне прям мне ничего вот тут нравится что ну вот прям вот пуля пролетает и я вот прям вот блять вот чуть-чуть да да жесткий мем вот хороший ну подборка смешных картинок может они ну себе выложить какую-нибудь себе на страницу вконтакте ну можно выбрать да еще есть и видео нет нет опубликовать сто процентов и сразу много мемов и это чье-то надгробие разрушенное там было очевидно там екатерина было написано но блять это жестко конечно хуйня пол блять по центре sp5 момент да да признаюсь это он подписчики идут наперед и они вперед паровоза пишут какой будет следующий мем потому что они уже все нахуй в этой группе сидят ну все по центре давайте так до ближайшего еки или до ближайшего атрикса или до ближайшего сп смотрим мемасы окей попался уже ебать ары блять ары типа поняли ары блять жестко это охуеть так фиксируем фиксируем ну типа поняли типа чебоксары типа ну типа ну типа чебоксары у блять ну это блять вот вот блять вот оно выше сука ты пей ебанешься ты просто охуеешь не знаешь я на самом деле пил такую невкусную да подожди а что выше вот 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 оно блять вот оно пожалуйста насколько вам понравилось это уведомление соня разрешила пятерки переспать с порной актрисой ни подписи нихуя просто вот блять да а вот мем топовый ну нормально я покакал не ну охуенно в в блять такие да это пиздец в ну нормально нормально вы ну это обозначение сегодняшнего конца для осмотра мемасов вы кстати знали то что атрикс есть детские площадки сань у меня теперь вопрос так давай самый главный как ты думаешь сколько людей прямо сейчас подумали что будет охуенно крутой идеей закинуть я думаю тупые мемы в предложку много много где-то 40 примерно но ничего это все это уже прямо сейчас то есть некоторые люди думают то что смешно типа типа это теперь пересмеять и засрать предложку блять и скинуть всякую тупую хуйню просто на блять скрин того что только что было опубликовать опубликовать естественно нахуй саня всем кто думает что это очень смешно год годик годик дай момента пока не вырастут не повзрослеют и нормально ебать как он узнал пиздец это в новом доме ремонт а ты вычисляешь те которые специально это делают да 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 там понятно там они палятся очень хорошо и ты выкладываешь тех которые именно тупы блять подожди что за аватарка учила блять у него там целый калаш этих фотографий посмотри блять закрой подожди где вот они одинаковые три одинаковые фото блять не ну это извинно подписчик группы пятерка блять ха 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 я пацаны чисто реально рандомыч рандомыч блять он у меня в друзьях подожди чё за хуйня кто это блять кто это чё за хуйня кто это такой ну уважаемый видимо человек хуй пойми так но это нельзя показывать так а александр санечка вам спасибо конечно за то что вы такую топовую предложку ведете да через себя вот это вот все пропускаете у вас есть какие-то может быть будущему поколению напутственные слова какие мемы выкладывать какие сейчас актуальные мемасы в тебе не понравится а ну-ка ну просто ну ты не разбираешься тебе не нравятся такие мемы актуальные это не для тебя актуальные это не для тебя мне кажется не например это знаешь это сложно сказать потому что каждый день то есть сейчас эра тик ток она продолжается вот пошел вторая волна хайпа ну как вторая уже много и сейчас как бы каждый день тут новый мем развивается. И поэтому, мне кажется, если тебе выкладывать развивающиеся новые мемы, то тебе не понравится. А вот если именно вот, ну просто, знаешь, ну что-то со стрима, смешной какой-нибудь мем, чтобы он подходил по тематике. Ну знаешь, чтобы хотя бы, ну... Подожди, я считаю, отсылка на Кирилла Баранова, это актуальный мем. Это, ну... Ну для прошлого года, да. Это прошлогодний так называемый. Прошлый год был два дня назад, иди нахуй. Мы с Саской, когда смотрим в ТикТоке, если попадается такая хуйня, то это уже называется прошлогодний мем. Вот, да. Да что, ты мне просто думаешь, выйти, и ты сам уже там решишь. Нет, ты просто выйди. Ладно, видел, бабочка там висит. Ека? Ека. То, ты... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Он плюнул сейчас? Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.